Мемориал воинам Великой Отечественной войны в поселке Управленческой создали на авиационном заводе. Идей было несколько, остановились на оригинальной. Мраморная стена с вехами войны и памятной надписью. Дополняет композицию 8-метровый стальной меч, увенчанный Георгиевской лентой. Символ капитуляции фашистской Германии. Мемориал открыли 9 мая в 30-ю годовщину Великой Победы. Чем он важен для нас? Ведь у нас были такие приоритеты, что ли, принимали в комсомол, провожали солдат, наших заводчан в армию. После заключения брака молодежь приходила сюда и возлагала цветы. И не важно, сколько она положит, важно один цветок, чтобы сказать о памяти. Понимаете, что ты помнишь этих людей, что столько они сделали. За 45 лет мемориал обветшал, восстановили его по программе губернатора содействия при поддержке бизнеса и Совета ветеранов. Специально к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это события для поселка управленческий, для Красногринского района, очень значимые. Это место проведения всех торжественных мероприятий, связанных с празднованием Днем воинской славы 23 февраля. Ну и, конечно, великого праздника Победы. С авиационного завода в поселке Управленческий на фронт ушло около 600 рабочих. 30 остались на полях сражений. Их подвиг никогда не будет забыт, уверены участники патриотических молодежных клубов. А мемориал будет постоянно напоминать об этом. Это в первую очередь память о погибших на войне. Мы должны помнить о том, какие ужасы происходят на войне. И мы должны всеми способами их избегать. Участники митинга почтили память героев войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.